В Павлодаре прошел областной айтыс школьников. В нем приняли участие 18 молодых импровизаторов из городов и районов. Айтыс был приурочен к столетию известного детского писателя и поэта, нашего земляка Мубарака Жаманбалинова. Областной Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Шан-Ирак ежегодно канун на Урос-Мераме организует айтыс. Последние три года состязание импровизаторов проводится среди школьников. По словам организаторов, благодаря этому сформировалось молодое поколение, владеющих тонкостями искусства айтыса. Я из Жамбылской средней школы села имени Мамайта Умарова сельской зоны города Аксу. Я во второй раз участвую в айтысе. В прошлом году я занял третье место. В этот раз я тоже хочу показать свои умения и постараюсь достичь высоких целей в искусстве айтыса. Мне нравится участвовать в айтысе. Готовится мне помогал Мизан Ага. Хорошо подготовился к своему первому айтысу. Хочу выиграть главный приз. Я впервые участвую. Хорошо подготовился. Надеюсь на первое место. Айтыс – это казахская традиция. В этом году айтыс был приурочен к столетию известного писателя и яркого представителя детской литературы Мубарака Жаманбалинова. В этом году айтыс проводится масштабно – 18 участников. Раньше было максимум 10-12. Это говорит о том, что в нашем регионе школа айтыса работает хорошо. Слово в жюри – действующий акын айтыса. Это молодые поэты, как Абзал Кабдраш, Уразбек Саяхат, Дукенжикер, Ирлана Манхожа, а также Марес Байрон. Они все молодые. И мы пригласили специально, чтобы они посмотрели айтыс и дали свои оценки молодому поколению. Потому что мы должны воспитывать подрастающие поколения на своем примере. Продолжение следует... Главный приз айтыса – денежная премия 150 тысяч тенге. Планируется, что в ближайшее время на постоянной основе будет организован конкурс среди молодых мастеров слова. Мурат Белмажит, Жан-Сел Серебол, Юрий Белевский и Эта Сакпарат.